мужики всем привет ну сегодня будет видос про переднюю балку а точнее замене колес мотоблочных на вот эти вот замечательные чудесные японские покрышки скары прислал мне их мой подписчик павел из московской области паша по ссылочку получил подгончик вообще шикарнейший шикарный сейчас я все покажу и расскажу вот тебе просто респект его жуха вот я не знаю спасибо что вот есть такие люди которые безвозмездно готовы помогать и так значит у меня здесь на этой балке стоят колеса 400 на 8 эту резину я купил буквально недавно взамен тех которые у меня повзрывались и вот нара павел посмотрел этот видос ну кстати кто не видел вот здесь вот ссылочка на это видео там она там буквально пять минут переходите смотрите что произошло и павел наверно посмотрел из видос и решил позвонил точнее позвонил написал что есть такая резина нужно запросто не вот она пожалуйста теперь у меня резина значит по диаметру практически ничем мужики не отличается сейчас ровненько положу она больше буквально на два сантиметра с каждой стороны что не критично по ширине я думаю заметно да разница плюс на каре нагрузки не кислые и вот в этом месте вот здесь где-то прощупаю ну приблизительно толщина резины где-то сантиметр пробовал ее согнуть трактором поднимал ставил веса на краю вес был 200 килограмм подставлял резину ну пробовал ее сжать без камеры она там промялась буквально там я не точку и стояла на полу вот такие его дела в общем нету дисков мужики нету дисков посмотрел я значит на сайтах на разных всевозможных сколько будут стоят диски на вот такую от резину цифры я вам скажу вот 18 на 7-8 значит день диск стоит 13 половиной тысяч ну ценник конечно хороший а их надо все-таки два и решил я их мужики сделать самодельные один я сделал а второй сейчас покажу как как я его делал очень интересно все хор и ля ля давайте сейчас колесо соберу поставлю за место этого и сделаем второй диск половинка диска полностью самодельная эта труба на 200 было на 220 пришлось ее разрезать вырезать выкинуть кусок и соедините сварить вот далее металл шестерка внутрянка металл шестерка сейчас впрочем все покажу все это дело заходит сюда и соединяется со второй половинкой поставил колесо на ступицу схватил пока на два болта потому что буду все равно снимать ну чё хочу сказать все просто идеально нет ни восьмерки и яйца да его и быть не может потому что все очень просто зазоров тут везде хватает ступица прячется в колесо что мне очень нравится значит вес колеса без камеры с диском сборе 16 килограмм вес колеса мотоблочного с камерой 3 600 вот такой вот вот такая вот будет разница то есть противовесик хороший приличный напередок давайте сделаем вторую половинку повторюсь понадобится кусок трубы в моем случае отрезок 10 сантиметров как резать ровно я думаю показывать объяснять не надо нужен мне диаметр 200 она была 220 тупо разрезал вырезал лишнее соединил сварил все абсолютно никаких проблем кусок металла в моем случае 6 миллиметров толщиной засверлился в середине начертил нужные мне круги то есть серединка которая будет вариваться в трубу и наружный край который будет вариваться с краю чтобы прижимать шину еще понадобятся мужики болт на 41 то есть вот такой вот такой вот болт на 41 обязательно кому интересно для чего ну смотрите ролик дальше ну штука очень нужно поставим шайбу дистанционную отметил где я буду сверлить отверстие под болты пока удобно и первым делом я сейчас газовым резаком так сверлить 6 миллиметров до чтобы вырезать либо там болгаркой вообще не вижу смысла плазмореза у меня нет поэтому газовый резак выдуваю середину и обрабатываю до такого состояния чтобы она была один в один как это отверстие на шайбе и так вырезал значит середину вынес на улицу остывать мужики кто знает что это такое ну конечно конечно это вторая половина диска это в моем случае на данный момент так что нужно его сейчас почистить чем мы и займемся вот как то так и кстати сейчас еще покажу маленький лайфхак диска чистил грубой щеточкой по металлу а вот внутри аночку кто как чистит а мужики конечно конечно многие снимают кожу и зачищают до лучшем случае мужики есть намного проще решение смотрите вообще без всяких танцев с бубнами снимаем счет берем удлиненную гайку на 12 кусок резьбы где там видно нет кусок резьбы такой такой вот такого размера чтобы когда гайка закручена была вот сюда она упиралась в болгарочку все и накручиваю щетку и что происходит вот такая штука смотрите не снимая защиту все можно вычистить до самого-самого дна впрочем сейчас покажу делов я не знаю вообще так же при помощи обычной гайки удлиненные мужики можно запросто чистить швейера вот резал наш вели ставим при этом рука свободно не мешает в любом положении ставлю видно да углы как удобно кстати напишите в комментариях знали о таком способе или нет я в принципе пользуюсь давно ну что-то каждый раз забываю показать кстати удобно пользоваться когда уже рама сварена и где не подлезешь запросто так что еще вам показать резать диски ставить резать не рекомендую вот такого плана щетки дойдут вот такого плана мелкие но это были вот такого стали вот такого использованные да так также можно использовать вот эти вещи ну понадобится еще одна гаечка прямо на резьбу сюда накручиваю ставлю и другой прижимаем не нужно открутил поставил диск сразу же стоит защита это у меня третья гаечка я думаю те кто работает такие вещи присутствуют и уже защита на месте вот такая полезная штуковина сейчас покажу еще куда ее использую как-то так вот то отверстие которое выйдут она чуть чуть меньше не дарского вообще отлично выйдут прикрутил шайбу чтобы ориентироваться сейчас я буду его встачивать зажал в кисы гайки точнее болты зажал так чтобы удобно было все сейчас ставлю камеру на штатив и посмотрим как это происходит понравится мужики два вот таких огрызочка так чтобы они сюда более менее как-то подходили и начинаю штачивать зажимаю на шайбе есть здесь посадочная с одной стороны и на другой шайбе есть также посадочная с другой стороны поэтому посадочная к посадочному зажимаю два диска просто таких огрызков больше чем заточных вот такая получается штука я не знаю видно нет наверное видно и начинаю шлифовать вот и все прошло вот не знаю минут 5 может 7 и то я менял диски очень удобно контролировать весь процесс все вровень все откручиваю и начинается самое интересное прикрутил пластину к восьмерочной ступице и теперь нужно это все дело ровненько вырезать кстати вот здесь просверлился так чтобы резак пошел работать а для удобства мужики сейчас я сделаю газовый ЧПУ станок газовый . . . . , . . . . . . итак кольцо сняли продолжаем продолжаем резать еще один раз все снимаем кольцо обработал кольцо получилось оно снаружи гладенько но еще буду шлифовать его вот а внутри получились такие зубы да ну это не страшно вот она серединочка прикрутил ее к диску для удобства и центровочки ставлю трубу она ложится на диск а теперь вот эту штукенцию одеваю сверху вот она тоже привела к диску выравниваю со всех сторон и обвариваю прихватываю и варю первым делом только юбку это для того чтобы видеть где куда чего смещается вот и чтобы было все ровненько кольцо я говорю еще такое не горячая но тепленькая все внутри проварил снаружи потом это зашлифую теперь прикрутил шайбу к второй половине мужики этом уже вторая половина это не тормозной диск это вторая половина диска методами сметочки как оно должно стоять все теперь выравниваю саму трубу так чтобы ориентировочно было все ровненько вот она стала по плоскости здесь она прикручена тоже по плоскости к диску все делаю прихватки откручиваю и обвариваю звук сторон вторая половинка диска готова и теперь можно собирать колесо и ставить его на переднюю балку кстати здесь вот и где были отверстия для направляющих я нарезал резьбу для того чтобы когда соединиться две половинки здесь они стянутся болтами и когда будет колесо сниматься чтобы они не распадались половинки они стягиваться будут двумя болтиками все а прижиматься четырьмя вот как то так в принципе как болты крутить я думаю никому не интересно сейчас собираю и на балку прикручиваю и так друзья поставила колеса на свою балку сейчас вообще вид он шикарнейшие мужики вообще шикарнейший как будто вот балку делал под эти колеса когда еще у меня не было все просто замечательно вот я не знаю никаких сложностей сделать под эти колеса диски у меня не возникло тем более одна половинка уже готовая так самое интересное какая же колея получилась друзья а колея у нас получилось 70 как и было на этих колесах вот такие вот дела главное все это дело правильно расположить вот и все но это можно прощаться в принципе кому понравилось доработка не забываем оценивать писать комментарии мужики комментарии все читаю практически на все отвечаю вот как то так с вами был санек еще увидимся ах да чуть не забыл самое самое главное мужики болт на 41 но этот болт по большей части предназначен для учителей учителей русского языка которые учат меня в комментариях как я должен говорить говорить гекать бэкать и так далее там подобное в общем мужики мой болт всегда к вашим услугам всегда покажет таким учителям верное направление направление куда вам идти по большей части я болт ложил на таких учителей или ложу в общем выбирайте сами по большей части учителей по большей части по большей части по большей части